Дорожно-транспортные происшествия с их участием происходит с заметной регулярностью. Что грозит за оставление места ДТП и существуют ли уважительные причины, позволяющие его покинуть? В каких случаях предусмотрена конфискация автомобиля, участник аварии? Какова ответственность виновного в дорожно-транспортном происшествии и может ли водитель самоката ответить по уголовной статье? Об этом пойдет речь в данном выпуске. И мой собеседник сегодня, заместитель прокурора Кировского района города Самары Павел Лукин. Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Поделитесь, пожалуйста, вашей статистикой. Сколько ДТП с начала текущего года произошло на территории Кировского района и каковы последствия этих ДТП? Ну, в первом полугодии 2024 года в Кировском районе произошло 87 ДТП, в прошлом году 102, то есть небольшое снижение. В них погибло с летальным исходом 2 человека, 104 лицам подчинен вред здоровью различной тяжести. С участием несовершеннолетних 9 у нас дорожно-транспортных происшествий. Вот небольшое снижение числа ДТП, это случайность или можно порадоваться за дисциплину на дорогах? Ну, это больше совокупность факторов. Есть субъективные, объективные причины. Ну, скажем так, если объективные причины, то все-таки это увеличение количества камер фиксации нарушения правил дорожного движения. То есть, соответственно, люди больше себя дисциплинируют в этих моментах, поскольку все в основном дорожно-транспортные происшествия связаны в том числе с нарушением скоростного режима. Ну и субъективные, я надеюсь, что граждане более правосознательны становятся в этих вопросах, поскольку ответственность ужесточается, законодателям все больше и больше, скажем так, обращается внимание на эту сферу деятельности и, скажем так, нивелирует именно ужесточением наказания. Перечислите, пожалуйста, какие виды ответственности предусмотрены нашим законодательством за вину в ДТП и от чего зависит? Ну, прежде всего, это административная ответственность. В случае ДТП это различные статьи Кодекса административных правонарушений. В случае, если это управление трассным средством в состоянии опьянения, то это 12.8. В случае, если уклонение от прохождения медицинского освидетельствия, то это статья 12.26 Кодекса административных правонарушений. В случае, если подчиняется тяжести вреда здоровью, то, соответственно, в данном случае уже можно говорить об уголовной ответственности. А также в случае, если лицо повторно совершает управление трассным средством в состоянии опьянения либо отказывается от прохождения освидетельствия, то в данном случае уже будет уголовная ответственность в соответствии с статьей Уголовного кодекса. А сколько аварий произошло с участием нетрезвых водителей? Ну, скажем так, в данном году, в первом полугодии, произошло порядка шести ДТП с, скажем так, лицами, находящимися в состоянии опьянения. Какие последствия этих ДТП? Люди пострадали? Ну, в основном, опять же, лицо, когда управляет трассным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо другого опьянения, либо отказывается, в основном это, скажем так, снижается уровень контроля, снижается уровень ответственности за управление транспортом средством, поскольку сам по себе автомобиль, он является источником повышенной опасности, даже если просто мы возьмем текущую бытовую какую-то деятельность. А когда лицо в состоянии алкогольного опьянения, то это, безусловно, влечет в основном подчинение вреда здоровью, здоровье, собственно, потерпевшие всегда почти имеются. А сколько пьяных водителей было остановлено на дорогах Кировского района? Ну, рейды же существуют для этого, да? Да, ну, в текущем году, значит, у нас 21 лицо управляло трассным средством в состоянии опьянения, и 57 лиц отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А какая ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования? Законодатель у нас приравнивает, в принципе, нахождение в состоянии опьянения, то есть если лицо добровольно соглашается, проходит освидетельствование, от отказа от медицинского освидетельствования. И, в принципе, в случае, когда лицо отказывается от медицинского освидетельствования, то в случае, если в первичный раз, в первый раз, то оставляется просто административный протокол. В случае, если это повторное уже нарушение, также составляется уже, скажем так, возбуждается уголовное дело и расследуется уже именно как уголовное дело. То есть это уже считается преступлением, в случае с лицом отказался от освидетельствования. Очень часто водители, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, лишают прав. Обязан ли водитель, который лишен права управления автомобилем, сдавать свои права? И если обязан, то что бывает, если он этого не делает? Небольшая поправочка. Лицо, которое управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и либо отказывается, всегда лишается прав. То есть абсолютно всегда. Это обязательное наказание. Независимо от того, какое будет наказание основное, дополнительно идет всегда лишение прав. То есть автоматически. Скажем так, наказание – это полтора года лишения свободы. И срок течения данного наказания будет с момента, только когда он сдаст права, либо, соответственно, сообщит о том, что он утерял или украл, либо иным способом не смог сдать. Поэтому с этого только момента у водителя начинает течь срок давности какой-то. Для этого нету, для сдачи прав. Лицо может несколько лет не сдавать права и все равно будет считаться лишенным права управления транспортным средством. А как часто водитель не сдает права? Может же быть такое, что он лишен прав, но по-тихому продолжает ездить ими пользоваться? Да, такие случаи имеются. И зачастую водители думают, что если не сдал права, прошло полтора года, или два, три, четыре года, то, соответственно, все последствия, которые были от ответственности, они аннулируются, и можно спокойно управлять транспортным средством. К сожалению, нет. Вот недавно в Кировском районе было направлено в суд уголовное дело. Водитель с 2015 года не сдал права, продолжал управлять транспортным средством, причем он не сообщил о том, что он потерял права или еще что-то, просто вот не сдал права. Вот, соответственно, было остановлено, было установлено нахождение в состоянии опьянений, и поскольку это повторное уже правонарушение, связанное с управлением транспортным средством, то данное дело было направлено в суд, и лицо было осуждено, соответственно, по уже уголовной статье. Уже по уголовной статье, по причине того, что он вторично остановлен в алкогольном опьянении. Да, будучи, получается, наказание, административное наказание по поедущему протоколу по постановлению судей, оно не было исполнено. Соответственно, это считается уже повторно, и сроков здесь нету. То есть 7 лет, 8 лет прошло. В данном случае прошло 9 лет, и лицо уже спустя 9 лет, после первичного, было повеличено к уголовной ответственности. Я знаю, что законом предусмотрена конфискация автомобиля. Причем здесь уже идет речь о гражданской ответственности, насколько я понимаю. Вообще объясните, на основании чего это происходит, в каких случаях? В случае, если лицо управляет транспортным средством, состояние опьянения, и автомобиль принадлежит ему, то сейчас в судебной практике, в принципе, в законодательстве, все пришло к тому, что данный автомобиль конфискуется. Он признается предметом преступления, и, соответственно, поскольку это предмет преступления, то стоимость автомобиля обращается в доход государства. Только если это собственность. Может быть, если, допустим, совместная собственность, да, там, между супругами, к примеру. Вот, то в данном случае все равно конфискуется, но уже часть там возмещает, уже супруг супруги там будет возмещать в дальнейшем. То есть продажа автомобиля происходит, скорее всего, да, и какой-то... Нет, суд просто конфискует его, но если жена желает взыскать свою часть за автомобиль, то уже в гражданском порядке взыскивается. А стоимость автомобиля при конфискации играет какую-то роль? Абсолютно не играет никакую роль стоимость. Автомобиль, может быть, стоит 100 тысяч рублей, может исчисляться миллионами. Какой-то, скажем так, планки, да, каких-то границ, в которых там это можно, это нельзя, они существуют. Вот недавно конфискован автомобиль стоимость 1 миллион 400 рублей. 1 миллион 400 тысяч рублей, буквально месяца три назад. А часто это происходит? Пять случаев конфискации автомобиля у нас уже в текущем полугодии уже имеется. Скажите, а вот отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, сам отказ является основанием к привлечению к административной ответственности? Да. Люди часто думают, скажем так, когда их останавливает пост ДПС, да, полк ДПС останавливает, люди часто думают о том, что можно отказаться, в принципе, ну, вроде бы вчера там выпили, позавчера, может быть, осталось, может быть, не осталось, какое-то остаточное, да, опьянение. Но в конечном итоге им разъясняется, сотрудниками ДПС, о том, что в случае, если вы отказываетесь от опьянения, то, соответственно, это приравнивается к нахождению в состоянии опьянения, и будет уже, соответственно, применяться последствия вплоть до уголовной ответственности. Были даже, скажем так, случаи, когда все это, во-первых, фиксируется на видеокамере, чтобы вы понимали, сотрудники ДПС отказ от освидетельствования, либо самопрохождение освидетельствования, они фиксируют на видеозапись. И в случае, если отказа, также под протокол, под видеозапись разъясняются все эти положения, о том, что в случае, если вы отказываетесь, будет последствия вплоть до уголовной и по иравнивается к административной ответственности. Первичные люди не, скажем так, не поедают этому какое-то значение. А потом уже, когда возбуждается уголовное дело, уже начинается, скажем так, попытка подстелить соломку, тогда уже упал. Поэтому в конечном итоге это ведет к уголовной ответственности, и она по иравнивается. А вот к уголовной-то ответственности как это привести может? Если повторно. А, если повторно. С законодателем по иравнивается, то есть, скажем так, нахождение опьянения, то есть, когда, да, там, проходит, а следствует, там, сдает, соответственно, да, анализы, по иравнивается к тем, что лицо отказалось. Второй раз отказался, уже может отвечать по уголовной статье. Да, второй раз отказался, да, и все, уголовная ответственность. Вот это важное такое обстоятельство, об этом надо знать и помнить. Люди думают, что можно избежать ответственности. Да, но нет. Просто сказав... Избежать ответственности в данной ситуации не удастся. Сказав, я не пройду. Есть ли случаи, вы как-то начали об этом говорить, но мы на этом не зафиксировали внимание, давайте вот все-таки проясните, когда конфискация автомобиля невозможна? Автомобиль не конфискуют, если он принадлежит другому лицу. То есть каршеринг, допустим, лицо берут в аренду, они управляют разным средством, их, соответственно, останавливают за нахождение в состоянии алкогольного пьянения, но данный автомобиль не будет конфисковаться. Там у каршеринг там свои, насколько я знаю, имеются штрафы, они даже, наверное, больше, чем стоимость автомобиля. Но в данном случае, если автомобиль принадлежит, скажем так, другому лицу, третьему лицу, то именно данный автомобиль не конфискует. По доверенности управления родственнику отец сыну по доверенности передал? Тоже нет? Нет, конфискации нет, но я думаю, что законодательство в любом случае придет, и, в принципе, к этому имеются соответствующие уже обсуждения, разговоры о том, что все-таки пойдут к тому, что данный автомобиль тоже будет конфискован в дальнейшем. На настоящий момент еще нет законодательства, но такая практика не имеется, несложно. Но люди бывают, пытаются обмануть, пытаются задними числами сделать договор купли-продажи и прочее, но, к сожалению, все равно автомобили конфискуют, даже если пытаются какими-то путями скрыть. То есть прецеденты уже существуют, судебная практика, видимо, нарабатывается, да, и законодательная база тоже не стоит на месте. То есть вот эту вот какую-то маленькую такую лазеечку хотят в ближайшее время уже тоже прикрыть. Уже тоже, да. Оставление места ДТП. Вот это важная тема. Оставление места ДТП является, наверное, одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения. Они ежегодно в России за него арестовывают или лишают прав около 90 тысяч человек. Вообще можно предположить, что люди не знают о предусмотренной законом ответственности, а может быть умышленно хотят ее избежать таким образом, покинув место ДТП. Вот давайте поподробнее об этом поговорим. И прежде всего, когда считается, что водитель покинул место ДТП незаконно? Когда лицо, собственно, уехало с места ДТП, тогда он, считается, покинул. Покинувшее, да. Здесь вопрос именно ответственности для водителя. То есть есть случаи, в которых разрешено покидать место ДТП и законодательством. В принципе, этот вопрос урегулирован. К примеру, если нужно потерпевшего, да, пострадавшего отвезти в медицинское учреждение. Но тогда, наверное, как-то надо все равно соблюсти какие-то правила, да? А, понимаете, здесь люди находятся в стрессовой ситуации. Водители тоже находятся в стрессовой ситуации. У них произошло ДТП, будет с пешеходом, либо с другим участником дорожного движения. Люди начинают волноваться, зачастую, скажем так, упускают из вида какие-то, ну, элементарные правила собственной безопасности, чтобы потом не было претензий уже со стороны правоохранительных органов. Ну, то есть в идеале, наверное, водителю надо бы сообщить о ДТП, да, и сказать, что вот я должен доставить пострадавшего. Но вполне понятно, что человек может разволноваться. И на самом деле сейчас важнее жизнь человека, и он торопится оказать ему помощь. Безусловно, это все, в принципе, выясняется, но если гражданин, скажем так, правосознательный, да, проще всего позвонить на 02, позвонить в полицию, сообщить, что такая ситуация произошла, зафиксировать свои уже правомерные действия по доставлению гражданина в медицинское учреждение. В том числе, если в медицинское учреждение отвезти, в том числе можно на приеме, да, гражданина зафиксировать, что вы его доставили, что не вскрылись с места ДТП, а именно привезли потерпевшего. Но в конечном случае все это будет все равно по предметам административного расследования, либо уже уголовной, в зависимости от тяжести. Хорошо, нет причин уехать, покинуть место ДТП. Что грозит за оставление ДТП? Оставление ДТП в случае, ну, мы говорим об уголовной ответственности, да, потому что административная ответственность, понятно, что она... Ну, она всегда имеет место быть при ДТП, да. Вот, уголовная ответственность это уже квалифицирующий признак. То есть если лицо, скажем так, подчинило, в результате ДТП бы подчинило вред здоровью другого гражданина, то в данном случае, если лицо оставляет место ДТП, то, в принципе, санкция уголовного, да, закона, она приравнивает практически к нахождению в состоянии опьянения в этот момент. То есть лишают прав. Лишают прав, и, соответственно, это обязательное наказание в случае, если, в принципе, алкогольное опьянение, всегда лишение прав. Вот. И оставление ДТП приравнивается, как будто человек находился в состоянии опьянения. Вот по наказанию это очень, ну, скажем так, уже совсем другой квалифицирующий признак. То есть уже переходит в разряд тяжкий. Ну, смотрите, как правило, суды назначают лишение прав, да, а арест, арест тоже возможен, но только в исключительных случаях. Каких? Арест в плане... Транспортного средства, наверное? Ну, это уже конфискация. Угу. Суд, в принципе, конфискует ТТП, он арест, скажем так, ну, к примеру, если участник ДТП, ну, да, виновник, в данном случае, если уголовная ответственность, то трассовое средство, в принципе, изымается на штрафстоянку, да, и в последующем на него уже, если это собственник, на него уже налагается, он признается вещественным доказательством и становится, скажем так, ну, как я сказал уже ранее, предметом преступления. Его можно уже конфисковать. То есть, именно на управление трассовым средством, как таковой, то есть арест, как наказание, там более строго. Уголовная ответственность за оставление места ДТП когда наступает? Когда лицо покинуло место ДТП, то есть, скажем так, когда происходит ДТП, люди на месте, это же тоже непродолжительный период времени все идет, то есть обычно занимает там полчаса, скажем так, да, пока все это произошло, пока приезжают сотрудники ДПС. Вот. И дальше проходит, первично всегда проходит административное расследование. То есть пока устанавливается тяжесть вреда здоровья, если это, конечно, не смертельный исход, да, если не летальный исход, устанавливается тяжесть вреда здоровья, устанавливается обстоятельства ДТП, кто был за рулем и прочее. В случае, если в ходе административного расследования установлено будет, что лицо находилось в состоянии опьянения, лицо скрылось не с целью доставления, скажем так, потерпевшего какого-либо, это может быть сосед, ну, скажем так, может быть пассажир в той же машине, вот, может быть несколько потерпевших. Вот. Только после этого уже решается вопрос, имеется ли здесь уголовная ответственность. То есть после административного расследования, который проводят первично, да, наступает проверка уже процессуальная, то есть уголовно-процессуальная проверка. И тогда уже определяется, имеется ли здесь преступление в действиях. Вот вы упомянули о потерпевшем. Потерпевший имеет право покинуть вместо ДТП? Или он тоже должен оставаться на месте? Потерпевший, смотря в каком формате. Если потерпевший ему причинен вред, да, и он поехал, естественно, в больницу, ну, безусловно, конечно. Понятно. Да, если пешеход, он также, в принципе, нет ответственности пешехода за оставление ДТП. Вот. Но если это участник другого, да, дорожного происшествия, то, в принципе, тоже административная будет ответственность, если он не виновник ДТП, именно, последствий уголовных к нему не будет, но административных к нему... Все равно будет. Ну, он оставил место ДТП, административно-то за ДТП и досмотрено, даже если... То есть он не виновен, но он участник ДТП, и он должен тоже оставаться на месте. Да, но если ему вред здоровью, конечно, в больницу скорую помощь вызывать, и, соответственно, можно спокойно. Понятно. Возможно ли примирение сторон? Сейчас законодательство идет по пути, что если это просто, скажем так, почти не вреда здоровью, да, тяжко вреда здоровью, то, в принципе, судебная практика складывает, что возможно примирение. Однако в случае, если это летальный исход, родственники зачастую не возражают против примирения, суды примиряют, но зачастую сейчас практика складывается к тому, что это решение отменяется и выносит уже обвинительный приговор, соответственно, и наказание. В случае, если алкогольное опьянение было у лица, то практика сейчас однозначно отрицательная, то есть обязательное наказание в виде лишения права должно всегда применяться. Лишение права управления транспортным средством. То есть примириться уже с государством нельзя, здесь несколько объектов. То есть можно оплатить штраф, можно возместить какие-то убытки, ущербы, да, потерпевшей стороне, и они могут не возражать, да, то есть они полностью согласны на примирение, но с государством в данном случае помириться будет невозможно примириться. Да, да, поскольку здесь наказание, опять же, лишение права, оно обязательно, в случае, если лицо в состоянии опьянения, допустим, управляло, обязательно лишение права. А примириться, получается, лицо избежит наказания, соответственно, законодательством запрещено. Сейчас не только на тротуарах, но и на дорогах можно встретить много самокатов. Законодательная база, которая регулирует управление этим видом транспорта и меру ответственности за это, все еще разрабатывается, однако так много происшествий, что уже сложилась определенная судебная практика. Вот расскажите об этом. Какова все-таки мера ответственности водителя электросамоката, в том числе в случае наезда, возможно, на пешехода или каких-то еще происшествий? Сейчас действительно практика очень разнообразная, но она все-таки складывается, поскольку количество их увеличивается, увеличивается, количество самокатов увеличивается, и в частной собственности, и в аренде. И здесь ответственность, если касаемо уголовной ответственности, это зависит от тяжести вреда. Есть специальная статья, статья 268 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, в принципе, недавно направленная в суд уголовного дела, в прокуратуру Кировского района, по вине лица, который сбил несовершеннолетнего 2014 года рождения. И как итог уголовная ответственность, то есть вред здоровью, и, соответственно, у лица уже будет судимость за совершение преступлений. Законодатель, думаю, здесь, скажем так, изучая практику других субъектов и прочее, различные ответственности. И по 109, то есть подчинение смерти по неосторожности, и 118 подчинение тяжкого вреда по неосторожности, и от тяжести вреда точно зависит. Но, в принципе, в конечном итоге уголовная ответственность за подчинение вреда в случае управления самокатом, в случае, если по тротуару едет, даже по дороге, в любом случае наступает. То есть надо понимать, что и даже в том случае, когда ты не за рулем автомобиля находишься, а управляешь самокатом, ты участник движения, и несешь ответственность, в том числе и уголовную, за нежелательные последствия неграмотного управления самокатом. Ну, можно здесь еще добавить, в принципе, отдельной темой. Бывают случаи даже и обоюдной вины, когда и самокат, и, ну, скажем так, водитель, да, самоката и водитель транспортного средства нарушают оба правила дорожного движения. То есть в данном случае уже... Обоюдная вина, получается? Обоюдная вина. То есть бывают такие ситуации, и они, в принципе, не только самокатом, да, связаны, когда самокат пролетает, скажем так, пешеходный переход, просто проезжая его, и все. Вот, это бывают случаи, в принципе, с управлением транспортным средством, бывает, когда двое водителей нарушают, допустим, один проезжает на красный, а второй едет со скоростью, там, 120 км в час. То есть, кстати, тоже был такой случай, вот, также направлено в суд уголовное дело, в отношении двух лиц. Одно лицо не уступило дорогу, со старостепенной выезжало, а второе лицо управляет транспортным, и ехал со скоростью 40 км в час. Был пострадавший, то есть умер человек в результате данного ДТП. И как итог, два лица, они, конечно, естественно, каждый считал, что виноват не он, виноват другой, поскольку каждый из них, в принципе, нарушил правила дорожного движения. Но именно ответственность наступила уголовная у двоих лиц. Да, у обоих. Поскольку, тем не менее, каждый из них в той или иной мере подчастен, и в той или иной мере кто-то создал аварийную ситуацию, но кто-то в том числе и реализовал ее. И самое страшное, что погиб человек презвенно. Самое страшное, да, безусловно. Вот это самое страшное. Да. Я не могу не задать вопрос сегодня про драки на дороге. Вот это, конечно, не авария, но определенно ЧП, да? Но вот с точки зрения закона, как квалифицируется это действие, драка на дороге? К сожалению, зачастую у нас люди решают устраивать собственные разборки на дороге. Происходит конфликт. Он, кстати, зачастую связан с ДТП. То есть один автомобиль подрезал другой, один автомобиль, скажем так, что-то не поделили дорогу. Вот. Возникает все спонтанно, возникают ссоры, возникают конфликты на дороге. И люди пытаются, скажем так, разрешить это на месте. Не думая о, скажем так, о последствиях, о том, что в конечном итоге будет. И зачастую, к сожалению, все это приводит к драке. В основном. Либо к повреждению имущества, чужого умышленного повреждения, либо к драке. То есть видео, в принципе, в интернете постоянно, в социальных сетях постоянно выскакивают видеозаписи, как вплоть до использования пневматических пистолетов стреляют, вплоть до драки. Неск людей берут монтировки, биты, и вот идут, значит, друг на другу. Здесь нужно однозначно давать себе отчет о том, что последствия в виде причинения вреда, они возлагаются, в любом случае, на лицо причинившее. То есть в зависимости от тяжести вреда уже будет квалифицироваться. Если лицо причинило легкий вред здоровью, да, 115-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, средний 112-й, либо тяжкий даже, уже лицо будет нести ответственность по данной статье Уголовного кодекса. Вместе с тем, что еще отметить? Есть такая статья 213 Уголовного кодекса, это хулиганство. И она, в принципе, становится все более и более распространенной, когда, вот опять же, с теми же пистолетами. Если лицо достает пистолет, да, пневматический, и стреляет по шинам, стреляет по, скажем так, по двери водителя, да, теоретически он не причиняет ему этого пистолета, скажем так. Но поскольку это совершается в общественном месте, скажем так, среди белого дня в основном все совершается, то эта статья 213 Уголовного кодекса, это уже хулиганство. То есть, и это тяжкая статья, тяжкая по наказанию, и люди обычно не задумываются, что может быть вот такие вот последствия. Могу по примеру сказать? Да, скажите, пожалуйста. И скажите вообще, как часто такие конфликты в судебную плоскость выходят? В судебную... Она отдельно не, скажем так, не разделяется, потому что отделить каждую статью, в каких условиях она произошла. Но порядка десяти... Ну вот всем букетом. Порядка десяти уголовных дел, в принципе, можно насчитать за полтора года. Про пример. Недавно вот случай, видеозапись, скажем так, когда возле самолета автомобиль подрезал другой автомобиль, значит, обогнал его, остановился, нанес один удар, который причинил лицу средней тяжести вреда здоровью, то есть перелом челюсти. Перелом челюсти автоматически средней тяжести вреда здоровью. Все это автоматически было зафиксировано, поскольку у нас все основные магистрали в виде центральных дорог, дыни центральных уже дорог, у нас это развивается очень сильно сейчас в Самаре, системы безопасных городов. То есть все уже на видеозаписи, по камерам, все это можно отследить, кто совершил, как совершил. Вот. И в данном случае вот возбуждено уголовное дело, оно сейчас находится в производстве по факту, вот именно подчинение данного вреда здоровью. Не хочется говорить дежурные слова, но, конечно, вежливость взаимной должна быть на дороге, и, конечно, соблюдение правил дорожного движения, чтобы никто не пострадал. В том числе даже и автомобили, если говорить о материальном ущербе. Наше эфирное время, к сожалению, подошло уже к концу. Павел Геннадьевич, я благодарю вас за беседу, за интересные примеры. Напомню, сегодня гостем студии был заместитель прокурора Кировского района города Самары Павел Лукин. Я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова